Смех Когда мы сейчас с вами говорим вот такой день о смехе, то, знаете, смех, я хочу сказать, что это дело серьезное, коллеги. Смех – это дело серьезное. Видите, в настоящее время существует научное обоснование, и это направление активно развивается в мире. Но я еще хочу сказать, что это свойство присущее человеку, и человек должен его реализовывать. По словам ученых, в моменты смеха организм вырабатывает собственные наркотики – опиаты. Они обеспечивают чувство счастья и восстанавливают многие функциональные нарушения. Тем самым организм сам себя лечит. Улучшается циркуляция крови, и происходит массаж всех внутренних органов. А одна порция смеха в пользе равна кислородному коктейлю или короткой прогулке по лесу. Медики говорят, это лекарство поможет от многих распространенных в Сибири недугов. Например, при болезнях органов дыхания. Больным гипертонией достаточно посмеяться 5-7 минут. Это снизит давление на 10-20 мм ртутного столба. Смех очищает верхние дыхательные пути и повышает иммунитет человека. Медики говорят, это одно из немногих лекарств, не имеющих противопоказаний. Психотерапевты считают первоапрельские розыгрыши хорошим лекарством от весенней хандры. А так как многие проводят день на работе, еще и поводом для сплочения коллектива. Но разыгрывать людей часто не советуют. Для многих это связано с чувством опасности. Также не стоит путать добрый юмор и сарказм. Если первый признак психологического здоровья, то второе – свидетельство агрессии. Когда человек способен посмеяться над собой, когда он способен увидеть что-то смешное в своем собственном поведении, это свидетельство психического здоровья, свидетельство наличия критического отношения к самому себе. Если же человек утратил эту способность, это сразу становится заметным. В шутливом списке показаний к смехотерапии находятся семейные конфликты, неуверенность в себе и даже проблемы в общении. Особенно полезен смех для пожилых. Это хорошая профилактика склерозов. Людмила Алексеева, Павел Мирошников, телестанция «Мир».